Здравствуйте! В этом ролике я хотел бы рассказать о настройке регламентированного учета в новой конфигурации от фирмы 1С и ERP управления холдингом. До прошлого года существовало 2 флагманские конфигурации от фирмы 1С это управление холдингом и ERP. Управление холдингом позволяло вести учет в крупных холдингах, управлять нормативно-справочной информацией, получать из различных информационных систем информацию и объединять ее консолидировать для получения корпоративной отчетности. То есть там достаточно большой функционал управления договорами, управления корпоративными налогами, инвестиционные проекты, централизованное управление закупками. Однако регламентированный отчет был построен на функционале бухгалтерии предприятия КОРП. То есть возможности, расширенных возможностей по учету производства, по планированию производства не было. И вот теперь функционал этих двух конфигураций объединили. Теперь в конфигурации ERP управления холдингом есть и производственный блок, такой же как в конфигурации ERP и добавлены возможности управления холдингом. также можно в конфигурации ввести производственный учет и получать информацию из подчиненных систем информационных. Объединять, получать консолидированный отчетность. Давайте посмотрим, как реализован функционал регламентированного учета, как он настраивается в этой конфигурации. Концепция регламентированного учета такая же как в ERP. То есть вот этот блок он пришел оттуда. Сами проводки в момент проведения документов не формируются. Они формируются либо отдельными обработками, либо при закрытии месяца. То есть если мы откроем проведенный документ, он в учете не отражен и соответственно проводок каких-то он не формирует. То есть либо при закрытии месяца, либо можно отразить в самом документе предварительно и предварительно. Тогда соответственно уже проводки можно будет увидеть в оборотной сальдо в ведомостях. Сами проводки они формируются по правилам, которые нужно при внедрении конфигурации поделить. Давайте посмотрим в разделе регламентированный отчет настройки справочники. То есть здесь можно увидеть план счетов бухгалтерского учета, который по умолчанию поставляется. Можно создавать свои субсчета, какие-то счета, но с учетом того, чтобы они потом попали в регламентированный отчет. То есть если счет там по умолчанию не описан в алгоритме формирование отчетности, то он не попадет. То есть нужно будет уже что-то дорабатывать. используется для формирование проводок группа финансового учета. То есть это некие правила, по которым уже для расчетов и для номенклатуры будут формироваться проводки. Сейчас в демонстрационной базе уже сделаны какие-то группы финансового учета. Работы у нас в этой группе финансового учета отражены только переработки. Давайте откроем группу финансового учета полуфабриката. То есть на складе они отражаются на 21 счете, переработки на 1007. Выручка также определяется в группе финансового учета, считая учета НДС, также определяется в группе финансового учета. Группу финансового учета можно либо создавать предварительно, либо при создании видов номенклатуры, чтобы не забыть лучше делать это заранее. Если мы справочник номенклатуры откроем, то потом одна из этих групп назначается уже в самом справочнике. Для этого вида номенклатуры назначены GIFU материалы основные и можно посмотреть на каких счетах учета при формировании проводок этот материал будет учтен. Это про формирование проводок. Там же можно посмотреть, какие учетные политики используются в конфигурации. То есть одну учетную политику в принципе можно использовать и в нескольких юрлицах, но если они различаются, нужно соответственно делать отдельную учетную политику. И здесь можно определить, каким образом программа будет вести учет. То есть используются по БУ-18, не используются. Каким образом рассчитывается стоимость товара. НДС. Если есть какие-то особенности по учету НДС, то это здесь отражается, нужно быть отражено. То есть если организация освобождена от уплаты НДС, ведется в раздельные учетки и так далее, то есть в учебной политике это все нужно отразить. В конфигурации можно вести учет нескольких предприятий, в разделе НСИ администрирования. Здесь можно увидеть список организаций. Введение списка организаций, нескольких организаций конфигурации также определяется опционально. И здесь на закладке учетная политика мы можем ту учетную политику, которую мы видели в предыдущем справочнике выбрать. То есть непосредственно из организации учетной политики не создается, она только выбирается. Для настройки проводок есть специальное рабочее место в разделе рекоментированный учет, отражение документов в рекоментированном учете. И кстати здесь можно сделать и до закрытия месяца предварительно сформировать проводки. На этом рабочем месте видно, если есть какие-то операции, которые требуют отражения. И здесь по гиперссылочке можно посмотреть эти правила, по которым документы отражаются в рекоментированном учете. Для каждой группы настройки финансового учета здесь можно настроить те правила, по которым будут отражаться документы. Здесь уже движение документов какие-то есть, поэтому не открывается форма, но в принципе можно здесь указать какие-то счета. Кроме групп финансового учета, счета учета можно настраивать в статьях расходов. Если мы откроем статью расходов, то здесь можно задать тип расходов, то есть здесь используются и правила распределения для управленческого учета и для регламентированного. Причем эти правила могут быть разными в регламентированном и в управленческом учете. А сама проводка настраивается на закладке регламентированный учет и МФУ. Согласно этим правилам документы в документе будут формироваться проводки. Если мы какой-нибудь документ на закупке откроем, то есть сейчас он без проводок, но этот уже с проводками. Если мы его проведем, то проводок у нас не будет. Если мы статью расходов откроем, то на закладке регламентированного учета и МФУ мы можем определить счет, на котором этот расход будет отражен. И после проведения, после отражения в учете мы можем увидеть это и проводки. Там же в рабочем месте регламентированный учет, можно посмотреть стандартные бухгалтерские отчеты. Оборотно-сальговую ведомость, анализ счета, карточка счета и другие. Но, опять же, их можно формировать только после того, как все документы отражены в учете, если хотим получить полную картину именно по бухгалтерскому учету. До того, как документы отражены в учете, здесь просто какой-то информации может не быть. При этом конфигурация выдает сообщение, что данные не актуальны и рекомендуется выполнить закрытие месяца. Тогда уже мы сможем увидеть полную картину по бухгалтерским отчетам. После формирования проводок можно сделать следующую настройку. Если мы зайдем в регламентированный учет, сервисные функции, здесь можно включить функционал проверки документов. Если мы отразили документ в учете и выставили этот флаг, проверка документов, то человек, у которого нет прав сотрудника проводить документы после отражения, уже сделать этого не сможет. То есть документ будет закрыт для редактирования. Но здесь есть два варианта, либо с запретом редактирования полным, либо уведомительный без запрета редактирования. Тогда просто появится сообщение, что документ уже отражен в учете и нежелательно его перепроводить. Причем проводки после отражения, после проведения документов, они уже пропадают. Документ нужно будет заново отражать в учете. Само распределение затрат происходит при закрытии месяца, но предварительные проводки, то есть стоимость суммы будет уточняться, можно сформировать из этого рабочего места, выполнить отражение документа. Сейчас документы, которые введены в конфигурации, они уже отражены с проводками и можно их увидеть в регламентировании в бухгалтерской отчетности. В разделе НСИИ администрирования можно посмотреть также справочники банковской счета и кассы. Для этих справочников счет учета настраивается непосредственно в справочнике. То есть получается, что у нас проводки формируются с учетом ГФУ, группы финансового учета, для номенклатуры, для расчета. Отдельный счет указывается в кассах о расчетных счетах. И в статьях затрат также указывается счет учета, счет отражения в учете. То есть таким образом система настройки регламентированного учета в конфигурации ERP, управление холдингом, она такая же, как в конфигурации ERP. Все, спасибо за внимание.